Здравствуйте, мои дорогие! А кто же родился в этот прекрасный апрельский день, 16 апреля? В 1889 году родился Чарли Чаплин, английский и американский киноактер, режиссер, сценарист, композитор, продюсер, обладатель трех Оскаров и других наград. Жизнь была яркая, очень люблю этого артиста в фильмах немого кино. За фильм «Великий диктатор» он получил свой Оскар за лучшую мужскую роль, но США в свое время раскритиковало его за то, что он как бы так исполнил свое видение. И он уезжает, недолго думая, уезжает в Швейцарию. Про свою жену Уну он говорил, что почему я не встретила ее раньше, очень люблю эту женщину. Если вы посмотрите на них, они очень друг на друга похожи, даже с такой большой разницей. И что было удивительно, такой факт, когда он умер, хулиганы выкопали его гроб с кладбища и потребовали у Уны, его жены, выкуп, чтобы обратно поместить гроб на место. Но она сказала, что она все о нем хранит в своем сердце, и это ей даже и не нужно. Но все было восстановлено, и справедливость была восстановлена, все встало на свои места. В 1941 году родился Сергей Никоненко, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Он сыграл очень много ролей, в том числе и эпизодических, и второстепенных, и главных. Я его очень люблю в фильме «Инспектор ГАИ» 1982 года выпуска. Вместе он снимался с Никитой Сергеевичем Михалковым. Фильм очень интересный, можно сказать, актуальный. Мне кажется, даже он похож на своего героя, инспектора Петра Сергеевича Зыкина. Обязательно посмотрите этот фильм, когда у вас будет свободное время. И в 1971 году родился Свен Фишер, немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион. Просто ура! Он рано начал, стал самым лучшим биатлонистом, не служил он в армии ГДР, и вовремя ушел на пенсию, так сказать, покинул свою карьеру. Он был всегда в тройке лидеров, и сейчас он работает на телевидении. Вот таких вот я отметила людей, которые родились в этот день, 16 апреля. Благодарю за внимание. С вами была опроса Нова Светлана. До новых встреч!